Убили. Убили мальчишка. Убили. Убили. О том, что в руках радикальных исланистов оказался гражданин Израиля, стало известно 12 февраля. Журнал «Дабик» – боевой листок хлифата, выходящий на английском языке, опубликовал интервью с человеком, которого в тексте называли «шпионом массада». Внешней разведке Израиля. В интервью израильтянин рассказывал о том, как его завербовали, переправили в Сирию, как он готовился к заданию и какие цели якобы ставили перед ним кураторы. Журналисты немедленно разыскали живущих в Восточном Иерусалиме родителей Мухаммеда. Для них услышанное стало шоком. Я только что услышала об этом. Я не знаю. Мухаммед не может работать на израильтян или кого-либо другого. Он не интересовался политикой. Мухаммед любит свой дом и работу. И у него были друзья. Я не верю, что он стал бы это делать. Министр обороны Маше Яолон категорически заявил, что публично убитый террористами израильтянин никогда не был агентом спецслужб. Саид Мусалем не первый израильтянин, отправившийся испытать фортуну под черными знаменами халифата. Уже несколько человек бежали из Сирии обратно домой, предпочтя двух-трехлетний срок заключения в израильской тюрьме страшной смерти от рук единоверцев. Где человеческая жизнь давно потеряла свою ценность, а бородатые креативщики Абубакра аль-Багдаде изощряются в способах массовых и одиночных убийств, уничтожении археологических памятников и шедевров о сирийской или аккадской культуре. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Вести, Ближневосточное бюро. Просли полномерно возрастать спрос на отечественные товары, об этом говорил сегодня Дмитрий Медведев на совещании про развитие сельхозсферы. Премьер отметил, что в целом ситуация в отрасли за последние полгода кардинально изменилась и доля импортов продуктов на полках магазинов сократилась. Однако, по словам Медведева, аграриям все еще не просто продвигать свою продукцию в торговых сетях, и это касается даже крупных сельхозпроизводителей. И ситуацию необходимо переломить. Чтобы внутренний рынок продовольствия развивался, одних административных мер недостаточно. Нужно выстроить систему, которая будет обеспечивать стабильную доставку качественных и недорогих товаров к потребителям. Хотел бы сразу специально обратить на это внимание, речь ни в коем случае не идет о возвращении к государственному регулированию цен, так как это было в прошлом. Это невозможно. Один из самых тугих транспортных узлов столицы будет развязан уже в этом году. На пересечении Московской концевой автодороги и Кашевского шоссе полным ходом идет реконструкция. Уже осенью там планируется открыть три новых эстапады и тоннели. Это улучшит дорожную ситуацию на юге города и решит проблему пробок на пути к работе Домодедова. Работу сегодня прориспектировал наш Сергей Собянин. Репортаж Дарья Окневой. Клеверные развязки, передовая технология 60-х, уже в 2000-е стали главной проблемой МКАДа, источником постоянных заторов. От клевера в город постепенно избавляется. Теперь пришла очередь пресечения МКАДа с Кашевским шоссе. Основной минус лепестков, они скрещивают потоки машин. Водители, съезжающие с кольцевой, на нее заезжающие, вынуждены выстраиваться в одну очередь. Теперь неудобная старая развязка станет лишь запасной. Над ней вознесутся четыре современных эстапады. Две из них будут выводить машину из МКАДа на Кашевское шоссе, в область или в центр. Две других, наоборот, позволят соблюдной магистрали отобраться до внешней или внутренней стороны кольцевой. Пробки должны уйти, потому что с помощью этих эстапад мы выводим транспорт за зону пересечения потоков. То есть автомобиль попадает на эстападу, потом с помощью переходной скоростной полосы набирает необходимую скорость и уже встраивается в МКАД за зону пересечения потоков. Для строительства разгонных полос МКАД расширят. В результате пропускная способность этого участка возрастет на четверть. Кроме того, вдоль внутренней стороны дороги выроют туннели, которые обеспечат удобный подъезд к торговым центрам и жилым районам, прилегающим кольцевой. На обочинах установят шумозащитные экраны. Будет реконструирован пешеходный переход через МКАД. Он будет современный, там уже обеспечивают маломобильные группы населения. Реконструкция развязки Каширского шоссе МКАДа началась полтора года назад. Ежесуточно на участке работают 700 человек. Развязка находится на стыке Москвы и области. Поэтому проект требовал двойных согласований. Это замедляло работу. Тем не менее, уже сейчас, говорят строители, проект готов на три четверти. Здесь идет одна из крупнейших строек города. Развязка Каширки МКАДа третья по величине и одна из самых серьезных по значению. Все знают, какая проблема в этом транспортном возле, какие проблемы с доступностью до Магедова. Эти проблемы должны забыться уже к осени. Три из четырех эстакад подрядчик обещает открыть ко дню города. Полностью реконструкция завершится не позднее ноября этого года. В результате в Москве появится 10 километров новых дорог. Дарю Кунева, Олег Иванов, Сергей Кукушкин. Вместе. Президент Казахстана, но фултан Назарбаев, сегодня отдал свое согласие на участие во внеочередных выборах главы государства. Своим решением Аргитову в Астане в ходе съезда правящей партии, которая и выдвинула его кандидатуру. Голосование назначено на 26 апреля. Возривая, Озарбаев уже подал документы в Центр Звирком, и как там у древний закон успешно сдал их взамен на знания казахстанских задач. Парк, то то есть, что-то, что-то, наиболее, что-то наиболее, бо там, что-то страшное зло за газу и ропы. Парк, то есть, что-то, что-то, на тысячу лет энергии. Парк, который у нас нужна на зло за газу и ропы. И это вдохновляет, это дает силы, видите, поэтому я и моложавый еще. Я заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатами президента. Работа над культурным наследием русского и мирового православия особенно актуальна именно сегодня. Об этом говорил глава президентской администрации Сергей Иванов на совместном заседании наблюдательного общественного и выпечительского совета по изданию православной энциклопедии. Сергей Иванов высоко оценил сложную и кропотливую работу церковных и сверстских ученых по сбору материалов для нового издания. Это, кстати, особенно актуально сейчас, когда с целью разобщения народов нашей общей когда-то страны не только все изощреннее искажаются события минувших лет, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, но уже в открытую предпринимаются атаки на саму русскую православную церковь, ее храма, ее священнослужителей. Организацию занятий по боевой подготовке и условия размещения воинских подразделений в Южном военном округе России проверил сегодня министр обороны Сергей Шайку. В ходе продолжающейся рабочей поездки по России министр проинспектировал одно из соединений, а также посетил штаб регионального центра Южного военного округа. Он входит в структуру Национального центра управления обороны России, заступившего на боевое дежурство в декабре прошлого года. В целях совершенствовать систему противодействия угрозы национальной безопасности России, созданной с 1 декабря 2014 года, вступившего на боевое дежурство Национального центра управления обороны Российской Федерации и регионального центра управления. Данные структуры имеют защитный управленческий потенциал и наделены соответствующими полномочиями. Россия пополнит свой арктический флот тремя сверхсовременными ледоколами. Их строят на Балтийском судостроителе. Первый из стройки атомный ледокол Арктика обеспечит навигацию по Северному морскому пути и будет прокладывать маршруты по линии всего российского арктического шефа. Репортаж Николая Васильева. На стапеле завтрашний день не только Балтийского судостроительного завода, но и всего ледокольного флота. Новейший проект ЛК-60 – гордость российских конструкторов и инженеров. Этот пароход, в отличие от всех остальных, он практически весь строится на основе отечественной продукции. Куда где пароход есть? Здесь, наверное, меньше 5%, даже еще меньше. Проверить, как идет строительство головного ледокола ЛК-60, вице-премьер Дмитрий Рогозин приехал в защитного цвета куртки председателя военно-промышленной комиссии. Правительство России Рогозин курирует теперь и вопросы освоения Арктики. С точки зрения развития российской Арктики, для нас крайне важным является проект Северного морского пути. Северный морской пути, самый короткий путь из Азии в Европу, из Европы в Азию. Без собственного ледокольного флота у нас северного пути не будет, поэтому это стратегичная важная задача. Балтийский завод строил все отечественные атомоходы, начиная с Арктики, которая первой в мире покорила Северный полюс. Новейший ледокол также получит имя Арктика, в память о прославленном предшественнике. Чтобы построить новую Арктику, на Балтийском заводе пришлось расширить и без того самый большой в России стапель. Срезали вот такие ополные колонны, корпус судна просто не помещался в габариты, ведь это будет самый крупный в мире атомный ледокол. 34 метра в ширину, 173 в длину и 54 метра с 18-этажный дом в высоту. Таких огромных машин планируют построить три. Они смогут работать и в Ледовитом океане, прокладывать дорогу торговым караваном на Северном морском пути, и в Устьях, Печоры, Енисей, Лены и Аби, снабжать приполярные речные порты. Головной ледокол должен выйти в море в 2018-м годах, следующие атомоходы в 2019-м и 2020-м. Рядом у причальной стенки выходит на финишный прямой строительство судна Академик Ломоносов. Это плавучая атомная электростанция. Это очень сложный продукт, потому что это не только конструкция, которая вы видите, но это еще и наземная форситута. Все это будет организовано в должном образе, но именно такие инновационные продукты, которые становятся Росатомом вместе с Северной Сустроительной Корпорацией, является будущим российским суду строительства. Академик Ломоносов в 2017-м году отправится на полуостров Ямал. В дальнейшем подобные плавучие АЭС могут появиться и в других морских регионах России и даже мира. Интерес к атомной электростанции на воде тоже проявляют китайские энергетики. Николай Васильев, Евгений Костер, Александр Гурушков. Вести. Санкт-Петербург. До конца этой недели беглый российский банкир Сергей Пугачев, которого обвиняют в многомиллиардных хищениях, должен раскрыть полную информацию о своих активах. Такое решение принял суд Лондона, где и скрывается регион. Но пока же у Пугачева изъяли все паспорта, запретили покидать пределы Соединенного Королевства и заморозили счета по миру. Из Лондона Александр Хабаров. Беглого бывшего банкира и сенатора Сергея Пугачева лишили возможности выезжать за пределы Англии. Лондонский суд приказал ему сдать французский паспорт, который он до сих пор утаивал, и предоставить полную информацию о своих активах, которые скрываются за многочисленными трастами. В Лондоне в судебном порядке олигарха преследует российское агентство по страхованию вкладов. Оно является конкурсным управляющим, некогда принадлежавшего ему Межпромбанка. Пугачева обвиняет в сознательном банкротстве этого учреждения и выводе средств за рубеж. Лондонский суд издал приказ о заморозке его активов на сумму почти 2 миллиарда долларов. Но Пугачев уверяет, что таких денег у него нет. В конце февраля, ссылаясь на бедность, он заявил, что вынужден отказаться от услуг своих лондонских адвокатов. Судебный процесс в Лондоне серьезно подорвало материальное положение, поскольку я потратил огромные деньги на адвокатов и судебные издержки, а также в связи с негативным воздействием, которое приказ о борьбе активов оказал на мой бизнес. Обращаясь к юристам, представляющим интересы его оппонентов, он предупредил, что будет вести с ними переписку на русском языке, потому что не владеет английским, и от руки, потому что, цитата, не владеет в достаточной степени компьютерной техникой. При этом Пугачев подписался, указав ученую степень, доктор технических наук. Стесненное обстоятельство, на которое жалуется обедневший банкер, это 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Такую сумму лондонский суд разрешил ему снимать со своих счетов. Пугачев утверждает, что этого мало, чтобы достойно содержать здесь семью. Вместе с гражданской женой, бывшей телеведущей Александрой Толстой и тремя детьми, они живут в доме стоимостью 12 миллионов фунтов. И, как пишет газета «Ивник Стендер», нанимают двух домработниц, трех нянь, двух водителей и доктора. Для человека, не входившего в списке влиятельных российских миллиардеров, этого может быть и в самом деле мало. Супруга действительно могла привыкнуть к тому, что в семье есть яхта, самолет, вилла во Франции, плюс небольшие подарки в виде главной роли в рекламном ролике гастрономической сети «Идиар», которую Пугачев прикупил за миллиард евро. Правда, на Западе он так и не смог раскрыть свой предпринимательский дом. Это еще евро? Идиар в его руках дошел до банкротства. Убыточной оказалось еще одно приобретение – газета «Франсуар», управление которой бывший банкир доверил старшему сыну. Но проблемы у Пугачева отмыты не бытовые и более серьезные. Общая сумма исков к нему и его предполагаемым сообщникам 75 миллиардов рублей. В случае, если его вина будет доказана, то в России Пугачеву грозит срок до 10 лет лишения свободы. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон. Сегодня по центру Вильнюса прошли маршем литовские националисты. Перед колонной двигались полицейские для безопасности участников шествия, а они стали традиционными в стране. Литовские власти после переворота на Украине стали почему-то еще активнее поддерживать ультраправые и откровенно неонацистские движения, нагнетая все больше антирусскую истерию. Извиняюсь, Сергей Самоков. Речевки украинских националистов перемежаются с лозунгами националистов местных. Литва для литовцев. А для того, чтобы слова не расходились с телом, во главе колонны паркатного. Два фото с бойцами УПА или с ними братьями. Хотя, сука, названия, тесно связанные с нацизмом, здесь толерантно умалчивают. Это бойцы УПА? Это бойцы партизанские бойцы. Партизанские? Да. Так как и литовцы тоже там, ну, мы националисты, партизаны. Хотя, по словам организаторов шествия приученных 25-й годовщине независимости Литвы, украинская символика повсюду. Вот здесь во множестве флагов отчетливо видны красно-черные стяги правого сектора с золотым трезубом, и в толпе периодически поют украинский гимн. Несмотря на белые символики, никого из Украины найти не удалось. Одна часть людей с флагами правого сектора резко забыла русский... Другая утверждает, что... А, нет, не говори, не говори. Я понял. Спасибо. Ваши подлавные цивилизации прошли, пожалуй, всех метрохабых силами ты. Они шашклажут от черного бедна свастика. Пускай и видит измененная. Впрочем, как пудряют организаторы, это древняя литовская руна. Больше того, чтобы не было разочтений, власти ее официально узаконили. Ничего общего с каким-либо фашизмом это не имеет. Это национальные наши знаки. И мы их носим и будем носить. Тем более, что наш суд признал их совершенно легитимыми. Сказать нет проявлением национализма открыто решилась только одна девушка. На ее плакате надпись «Я люблю Литву». Отместо сердца – звезда Таняна. Я хотела сказать, что Литва не только литовцам, а Литва всем литовским людям. Всем людям, которые живут в Литве. Вот так здесь, видимо, думают и многие. Марш под своими знаменами собрал около 10 тысяч человек. Что для небольшой Литвы – очень большое число. Сергей Самох и Сергей Пушкин. Олег Пелецкий. Вести. Даже на подконтрольных Украинских территориях Донбасса люди отказываются признавать киевскую власть. Такой вывод следует из опроса, который провели в Славянске журналисты украинского общественного телевидения. Жителям города, который уже 8 месяцев находится под контролем Киева, задавали вопросы о доверии президенту Порошенко. Выложенный в сеть ролик вызвал среди украинских патриотов шквал возмущения. Восторгов по поводу главы Украины никто из запрошенных так и не высказал. Ну а сейчас мы хотим показать фрагмент нового фильма Александра Рогаткина. Донбасский разлом, который выйдет сегодня в программе специальный корреспондент. Наш спецкорн своими глазами видел, как резко изменился привычный уклад жизни людей, какие испытания и решения им пришлось пережить, и как мечтают жители Донбасса о прочном мире. Дмитрий один из луганских бизнесменов. До войны занимался средствами массовой информации и рекламой. Теперь реклама в основном социальная и про войну. Не забудем, не простим. Бизнес умер огромный друг в остоках. Панорамные окна закрыты мешками с песком. Сначала он уехал в Крым, потом, когда Луганск начали бомбить, вернулся и вступил в оболчение. Теперь у него позывной шарик вместо делового костюма, характера шпал в автомат Калашникова. Я человек, в общем-то, абсолютный пацифист, как я считал. Чувствую себя немножко глобым. О привычках обеспеченного человека пришлось забыть. Собственный крытый бассейн, это тоже и в прошлой жизни. Не хочется тянуть у нас, подлительничный глаз, наоборот. Вдруг пытались ограбить мародеры, но Дмитрий говорит, что это все мелочи по сравнению с тем, что пережил Луганск. Мы все ждем очищения. Вот и, соответственно, в Москве, в Москве, в Москве, в Москве будут продолжать работу, работать и работать. К этому нам нужно только одного. Нет. Его родной город изменился до неузнаваемости. Улицы опустили, почти нет машин. Многие знакомые с детства здания разбиты. Кафешки с Ржи Больцом. Но только знаменитый английский танк, который был первой мировой донецкой. И вечный огонь мерит все как я. Сейчас мне просто хотят жить. Просто сходить в кино. Сесть из кино на палочке. Потому что летом, когда мы думаем, на то, что мы ничего не видели. То есть почувствовать себя другими, почувствовать себя не в этом мире. Снаряд в крышу попал. И мы думали, что мы вообще не знали. То есть орган завалил их от группы? Ну, сцену. Сцена немножко. Но орган нет. Не пострадали. Уникальный орган немецкой фирмы «Шуке» чудом уцелел во время обстрелов Луганска. Заслуженная артистка Украины Анна Макрова все больше о нем беспокоится, чем о себе. Инструменту ведь особый климат нужен и влажный. А вы заявили в этот день? Ну, дома. Дома. В основном. А когда здесь заставалось, здесь филармонии в подвалах. Хрупкая женщина и огромный орган как-то внудрили свою жизнь вместе. В самом первой антитеррористической операции в Донбассе. И теперь раз в месяц дают концерты. Все как-то страшно и непонятно в один момент огрушилось. И мы не можем понять, за что так жестоко. Огромные трубы органа так напоминают разнокалиберные ракеты систем залпового огня, которые еще недавно падали на Луганск. Но когда Анна Макрова играет величественную токату Баха, кажется, что нет войны, все еще живы и не разрушены города. Это был фрагмент полностью фильма Александра Рогаткина. Донбасский разлом будет показан в программе специальной корреспонденции Евгения Попова. Смотрите сегодня в 22.50. Луганская Народная Республика с 15 марта переходит на мультивалютную систему. Наряду с гривной официальное хождение получит рубль, доллар и евро. Платцы Республики считают, что это не поможет возродить возрушенную войну экономику. Репортаж Дмитрия Петрова. До войны Чернухинская птицефабрика считалась одной из крупнейших на Донбассе. Она давала мясо в Луганскую и Донецкую области 12 тысяч тонн в год. Но в начале февраля предприятие оказалось в эпицентре боев и, конечно, сильно пострадало. Разрушены корпуса, погибла вся птица, работники разбежались. Территория птицефабрики место сражения. Повсюду осколки снарядов и неразорвавшиеся боеприпасы. Похоже, что точку в февральской битве за этот плацдарм поставила украинская ракета реактивная система залпового огня СМЕРЧ. Это воронка от нее. Уже неделю пиротехническая служба МЧС проводит разминирование, освобождая корпус за корпусом. Вот из-под кирпича извлекают еще один кумулятивный снаряд. Офицер с осторожностью переносит его на площадку. Обезвредили 1100 боеприпасов. Всего в общей сложности. Эти находки будут переданы военным, они их уничтожат. Луганские спасатели завершили работу и на инкубаторе. Там в основном боеприпасы мелкого калибра. Остался только чистый металл. Боеприпасы сложены. Будет дальше. Отходим территорию. И заканчиваем полностью. Это можно безопасно. Здесь уже не безопасно. Заходите, работайте на этой территории. Из 430 сотрудников, что числились в штате по мирному времени, сейчас на работу приходят от силы 30 человек. Разбирают завалы, проверяют оборудование. Обедают прямо здесь же. И снова за дело. Понятно, что без строителей не справятся. Здесь нужно капитальный ремонт снимать. Все это будем потом нанесенный ущерб считать. Будем восстанавливать со временем. А вот в птичнике, где содержалось племенное стадо бройлеров, не было ни одного попадания. Куры погибли от того, что на несколько дней остались без корма и воды. Все по голове родительского стада 28 тысяч. Потому что не было света, не было газа, не было воды соответственно. И разрушение каждого помещения здесь есть. Теперь даже если бросить все силы на восстановление, вряд ли удастся запустить птицефабрику раньше, чем к зиме. Нужно заменить почти все оборудование. Закупить яйцо, вырастить производителей. Бюджет непризнанной республики такие расходы не потянет. Местный бизнес только начинает приходить в себя. А вот российские предприниматели уже выразили желание поучаствовать в восстановлении луганского пищепрома. Минсельхоз ЛНР ведет с ними переговоры. Переговоров ждут и шахтеры. Только уже не с Россией, а с Украиной, которая себе на зло отказывается от донецкого и луганского угля. Об особенностях исторического момента с горниками шахты Белореченской говорил сегодня глава ЛНР Игорь Плотницкий. Но сначала он спустился в забой и поработал немного отбойным молотком. С автоматом легче. Вы прекрасно видите и понимаете всю политическую ситуацию, которая сейчас на сегодняшний день сложилась. Есть силы в Украине, которые готовы сегодня заключать контракты, получать. У них есть ТЭЦы, которые нуждаются в нашем угле. Есть и силы, которые на зло России отрежут себе ноги. То есть ни в коем случае, пускай мы замерзнем лет, но никогда и ни за что. Но именно с первыми, с теми, кто хочет покупать донбасский уголь и будем работать, заявляет Плотницкий. Лага запасов топлива на складах Луганщины хватит для всех. Дмитрий Петров, Алексей Конопко, Азат Атагонов и Сергей Трусков. Вместе Луганская Народная Республика. Московские криминалисты изучают химический состав рекордной партии черной и красной икры, арестованной в столице. Больше тонны опасного для здоровья товара контрабандисты поставили из Хабаровского края и Примория. Задерживали семь участников группировки. Разгром банды сильно ударил по рынку нелегальной икры, но, тем не менее, она до сих пор продается. Репортаж корреспондента дежурной части Александра Беливова. Даниловский рынок столицы всегда славился своими рыбными рядами. Здесь можно найти буквально все, от речных карпов до океанических омаров и крабов. Есть, конечно, и икра. Официально только лососёва и форелева. Но если есть желание и деньги, продавцы предложат и черную белушью. Под видом покупателей идём внутрь. На прилавках чёрной икры не видно, но практически любой продавец в отделе рыбных деликатесов готов достать её из-под прилавка. Правда, процесс купли-продажи может занять время. Торговцы осторожничают. А чёрная есть у вас? Есть. Вместе с продавцом выходим за территорию рынка. Здесь нас встречает этот мужчина и объясняет меры предосторожности, вынужденные и временные. На прошлой неделе полиция накрыла крупную партию товаров. В этом неприметном грузовичке, обещающем недорогие грузоперевозки, оперативники МВД и ФСБ нашли более чем ценный груз. Стоимость нелегального товара, что был в кузове, больше 20 миллионов рублей. Деревянных ящиков, замотанные в несколько слоёв клейк-ленты, банки с деликатесной чёрной икрой. Фасовка разная. Пластиковые контейнеры для продажи товара на развес, фирменные жестяные банки с этикетками для отправки сразу в розничную сеть. Всего изъяли полтонны браконьерской чёрной икры. Всё, однородная масса. Мороженое, ну да, зону, здание, у вас трохи. Столицу икру везут с Дальнего Востока самолётами с Каспийского региона по железной дороге. В качестве курьеров чаще всего выступают проводники, но у них сейчас без рыбий. Дальнего Востока самолётами с Каспийского региона по железной дороге. Они зовут из расставленных силовиками сетей. Мы готовили в прошлом году операцию Путина в Астраханской области, где была задействована и пограничная служба МВД. Я могу сказать, что готовили её в очень строжайшей секретности, но всё равно за сутки где-то информация утекла, и основные браконьеры смогли частично избежать того наказания. В Хабаровском аэропорту оперативники обнаружили тысячи банок с чёрной икрой. Сотни килограммов деликатеса уже были готовы к отправке в Москву. По версии следствия, преступную группировку возглавлял начальник линейного отдела полиции Алексей Демидов. Именно он давал указание подчинённым не досматривать багаж. Каспий. Домашнее видео банда браконьеров. В лодку, которая и так уже ломится от пуша ситров, затаскивают двухметровую рыбу. Но это и плосы билет 50, не меньше. Специалисты говорят, огромных белок и белок и остров теперь на Каспии почти не осталось. Поэтому и придумывают дельцы-заменители. В купленной из-под полы банки деликатеса может оказаться всё что угодно. От селёдки до шариков и желатина. В интернете подробная инструкция по изготовлению. Всё что нужно, кола, желатин, вода и подсолнечное масло. Пару минут и эту подделку от настоящей икры не отмечить. Даже если икра настоящая, в банке с деликатесом может оказаться не только она. Дельцы добавляют в химикаты, чтобы продукт больше не портится. Уротерапина разлагается в результате различных химических реакций до формальдегейдов, до формалина. А это токсические вещества, которые, в свою очередь, негативно влияют на функцию печени, функцию почек. Чем была напичкана арестована икра, будут выяснять эксперты. Следователи искать всех участников поставки от Хабаровска до Москвы. Но оперативники уверены, когда в столице полицейские изымали этот деликатес, где мы на Дальнем Востоке или на Каспии, перевозки уже готовили новую незаконную партию деликатеса. Александр Беливов, Олег Дубеев, Олег Сожин и Денис Матричиков. Вести. Ну, срочная новость из Финляндии. На чемпионате мира российская биатлонистка Екатерина Юрнова завоевала долгожданную золотую медаль. Она стала первой для нашей сборной на мировом первенстве за последние шесть лет. Юрнова победила в индивидуальной гонке, обойдя фаворитах турнира. Финку Макаранина, олимпийскую чемпионку из Белоруссии. Дома чего? Четыре рубежа. Юрнова прошла без единого промаха. Ближайшую соперницу оставила далеко позади, удерживая лидерство. Смотрю вам в 25 секунд. А то сейчас мы попытаемся выйти на прямую связь по телефону с счастливым спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Дмитрий, если вы слышите нас, вы уисправда счастливы? Здравствуйте, друзья. Большое счастье, конечно, здесь посетило всех нас. Я думаю, вот сейчас продолжается тренировка рождения. Дмитрий, хоть и Лордик от Юрлова выиграл эту золотую медаль. Вы знаете, это совершенно невероятный успех. Это невероятный успех человек, который в свое время четыре года назад показывал неплохие результаты, затем перестал получаться. Не на понимание тренеров. Люди шли своим путем вместе с отцом, который тренирует красивую. Но, конечно, то, что сегодня она показала, вот индивидуальный год, единственный из ста человеков, которые остановили, просто пробежали. Это абсолютный успех, это абсолютное движение духа. И самое главное, конечно, движение справедливости, потому что выигрывая человек, который хитрали не больше всех на земле, рассчитывал выступать на этом чемпионате мира, пройдя через тренировки неверия, пройдя через неверия крови, то самое главное, получив вот этот шанс, как Елова, этот шанс использовала до конца. Это, конечно, просто фантастически, и тот раз первая торжественная победа. И я хочу сказать, что она сейчас темна тем, что Кракасия пустила не одного промаха. Мне до 50-х всего лишь человек, но перейдет буквально до 4-х, и он не отец промаха. Вот Елова, это сделано, вот сейчас.